Микс Ньюс. Выслушайте Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Жизнь продолжается, несмотря на COVID-19. И, конечно, есть вопросы, которые очень важны и в это кризисное время, в том числе, естественно, вопрос о вывозе мусора. У нас на прямой связи председатель правления Экобалтия Янис Айсбалт. Естественно, напомню, что сейчас в это такое тревожное вирусное время мы общаемся по скайпу, то есть в таком режиме электронной видеоконференции. Поэтому те, кто на сайте Микс Ньюс, тоже могут нас увидеть. Естественно, по радио нас услышать. Господин Экобалт, добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, добрый день. И вот, может быть, несколько слов поясните нашим радиослушателям, что сейчас вообще происходит с вывозом мусора. Я так понимаю, что город был поделен на четыре зоны. Может быть, для начала все подробности. Ну, город поделен был на четыре зоны в течение конкурса, который был объявлен в ноябре, он закончился в феврале. В феврале компании заключили новые договора. Но сейчас на данный момент происходит перезаключение договоров. По-новому нам надо будет начинать работать с 20 мая. Но несмотря на то, что COVID и многие компании, может, закрылись или приостановили работу, мы все-таки очень просим, чтобы не до последнего момента люди бы дотянули заключение договоров. Потому что, чтобы мы тоже могли бы подготовиться, мы просим все-таки до 1 мая людям быть готовыми перезаключить договора. И тогда с 20-го уже по-новому, да, четыре зоны в Риге, три разных оператора, будем работать и по-новому предлагать свои услуги. Да. Вот об этом мы тоже чуть попозже поговорим. Все-таки, говоря об этих договорах, это чтобы люди понимали, должны делать вот эти жильцы сами напрямую, вот с теми, кто будет заниматься вывозом мусора, или через свои вот эти, или жилищные товарищества, или Рига с намо парвалнекс и так далее. Как это происходит? Если человек живет в квартире, в многоквартирном доме, тогда за него это делает, да, или Рига с намо парвалнекс, это две трети жителей Риги, 400 тысяч живет примерно в Рига с намо парвалнекс, или это другие уже, да, какие-то ДЗИКС или обхозяйственные по домам. Если человек уже живет в своем, в частном доме, то, конечно, сам это должен сделать. В принципе, это можно сделать, я так понимаю, и электронно тоже, с учетом всей этой ситуации сегодня, да, сложной с вирусом. Ну, на данный момент и мы, и остальные операторы Риги, да, мы призакрыли пока что все центры по обслуживанию, так что все взговора, они, да, или по почте, или электронно, или нам, например, заявка приходит на e-mail, мы заполняем договор, этот бланк отсылаем по почте клиенту. Но все в отдаленном режиме, да. Что должны знать жильцы, вот, с точки зрения вывоза мусора, что бы вы хотели до них донести? Что они должны понимать, что вообще с 1 мая будет, что меняется для них? Ну, с 20 мая. С 20, да, я извиняюсь, да, с 20 мая, да. Ну, для них меняется, что перед этим в Риге, в принципе, у каждого дома, у каждого жильца, у каждой компании могла быть своя цена. У кого она больше, у кого меньше, но она была разная. На данный момент, с 20 мая будет 4 цены, у каждого зона одна цена, но она общая. Например, у нас зона «Видземиземили», то есть весь «Мейш-цемс», «Чекуркаунс», «Югла», «Тейк», это все будет одна цена. Где бы мы ни ехали, или даже, не знаю, самый отдаленный «Яунцема» какой-то дом, который в конце улицы стоит, он все равно будет по той же одной цене. В этом была и суть этой закупки, чтобы и те, которые близко к центру, или близко к ГЭТ, и те, которые подальше, все-таки они все платили одинаковую цену. Второе, то, что мы тоже просим жильцов и многоквартирных домов, и которые в своих домах живут, очень подумать о сортировке. Потому что с 20 мая эти возможности сортировки, они становятся намного-много более приемлемыми и возможными. Потому что если перед этим у нас была такая неясность, на сколько лет мы еще в Риге работаем и как, то сейчас у нас есть 7 лет контракта. Контракт определяет то, что вся сортировка должна быть бесплатна. То есть даже люди просто в своем доме живя, они тоже могут попросить контейнера для сортировки, и будет два контейнера. Один для легкой упаковки, это картон, пластмасса, алюминий, и второй будет для стекла. Это можно бесплатно попросить. Второе, как можно снизить цену, это можно сортировать уже с первого дня. Рига попросила это, и все операторы обязались это все сделать. С первого дня можно сортировать биологию. И биология идет, она не как сортировочный материал, совсем бесплатно, но биология идет на треть меньше тарифа. То есть все равно это дешевле. Да, поясните, что такое биология. Да, сейчас объясню. Это все, что… Есть два типа биологии, но в этот контейнер можно оба бросать. Это первый, это все, что идет с кухни. И второе, это все, что идет с сада, это трава, все, так скажем, зеленый мусор. То есть пищевые отходы и зеленый мусор, так я понимаю, да? Да, да, да. Вот это биология. Да, и это стоит на треть дешевле, чем простой мусор. То есть этим способом тоже с первого же дня можно свои растраты сразу снизить. Снизить, да. Вот одно время еще, когда, вы помните, все были дискуссии по этому контракту длительному на 20 лет, говорили, что на каком-то этапе, если я ошибаюсь, вы меня поправьте, с 2021 года будет три контейнера. Потому что таково требование Брюсселя, Европейского Союза. Это действительно что-то может поменяться, к примеру, в следующем году? Нет, это и были эти три контейнера, это и были, которые я указал. Первое – легкая упаковка, стекло и биология. Это и есть эти три дополнительных контейнера. То, что появится во всех зонах, так скажем, в разное время, но в нашей зоне мы это обещаем уже в этом году, это еще контейнера для текстиля, сортировка текстиля. Потому что мы уже запустили в Риге, у нас есть где-то 15 контейнеров текстиля в Риге. Ну, летом где-то 20, может, даже 40-50 добавим. То есть в нашей зоне и сортировка текстиля тоже с первого дня. В остальных зонах, как другие операторы решат, может, сразу, может, через три года, но все равно это тоже будет. Ну, понятно, что на суше не только, может быть, жильцы многоквартирных домов, но и те, кто владеет компанией, юридические лица. Что для них вообще меняется? Или для них такой же порядок, вот с 20 марта все то же самое? Да, все то же самое, да. Для них все то же самое. Сортировка тоже бесплатна, точно так же они могут спрашивать контейнера для упаковки, точно так же они могут спрашивать контейнера для биологии. То есть все то же самое, да. Все условия и для юридических, и для физических лиц по большому счету одни и те же самые. В этом и суть этой закупки, потому что понятно, что обслуживать большой дом или большую компанию намного удобнее, чем кого-то там на конце улицы одного человека. Ну, то есть, а сейчас у всех условия одинаковые. У нас есть и звонки, сейчас попытаюсь подключить. Я надеюсь, что вы тоже услышите вопрос нашего радиослушателя. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте. Да, добрый день. Вот недавно в интервью председатель этой троицы, кто теперь управляет Рижской думой, по-моему, его фамилия господин Большевич, сказал, что их заслуга этой троицы в том, за эти дни, что они управляют Ригой, что они решили вопрос с мусором. Судя по-моему, что вы сказали, уважаемый гость, этот конкурс был объявлен Старой Рижской думой в ноябре, и результаты были в феврале тоже еще Старой Рижской думы. В чем заслуги этой троицы вообще, кроме слов? Есть их заслуга? Спасибо большое. Да, ну, может быть, это ничего не меняет для жильцов, но я так понимаю, что тендер или конкурс состоялся же еще до того, как Рижская дума была распущена, если мне память не изменяет, да? Да, тендер, как я уже сказал, он был с ноября по январь, в феврале мы заключили договора. То есть я хотел бы в этом случае, так скажем, в последнее время, к сожалению, вывоз мусора и обхозяйственного мусора, она очень в политику ввязывается, я бы хотел от этого все-таки отойти. Мы просто делаем услугу, хотим ее сделать хорошо и предлагаем людям участвовать в этом, через сортировку и свои расценки в том числе, то есть также и снизить. Не надо тут политику ввязывать, это их дело. Да, вот говоря действительно о самом вывозе мусора, что касается тарифов, вы, в принципе, уже упомянули, но, тем не менее, всегда у людей возникает вопрос, все-таки, ну, 7 лет – это довольно значимый срок, не 20 лет, но, тем не менее, и 7. Что это значит? Значит ли это, что, к примеру, каждый год или каждые полгода могут меняться тарифы, а не плавающие, от чего они вообще зависят? Тариф, ну, большинство, все равно в нашем тарифе, это большинство из растрат, больше половины, примерно 2 трети – это захоронение мусора. В том числе идет налог на захоронение. То есть это то, что мы просто берем мусор и отвозим на полигон, в Риге это на полигон Гетлин. Потом следующее, так скажем, примерно 20-30% – это зарплаты и топливо, и остальное уже чисто наша логистическая система, обслуживание, административные и инвестиции. Но большинство, как я уже указал, это об хозяйственном мусоре, именно захоронение. В Латвии принято законодательством, что налог на захоронение, он каждый год меняется, он все время растет. Для того, чтобы людей, как бы, так скажем, заставлять, мотивировать, сортировать. То есть мы не можем обещать, что цена не поменяется. Нет, она каждый январь, я предполагаю, что каждый 1 января будет новая цена. Но это не от вас зависит, а от правительства. Нет, 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 это от того, что да, просто налог на захоронение будет расти. И мы его будем перекладывать на этот тариф. Но, по сути, других инструментов, как менять нашу цену, их нет. Вот что касается сортировки, для вас вообще работа это усложняет? Потому что, ну, все-таки разные контейнеры. Нужно же как-то и вам сортировать в итоге при вывозе? Ну, мы, так скажем, да, мы, конечно, это все везем к себе, в сортировочный центр. Но там из этих двух контейнеров стекло, конечно, оно так и сдается. Но легкая упаковка, она делится примерно в 30 разных фракций потом. Это мы все пересортировываем. Но в наших интересах это как раз, чтобы эта упаковка была больше. Потому что у нас в том числе есть свои заводы по переработке. В нашей группе Pet Baltic, это в Елгаре самый большой завод по переработкам бутылок. Волайн у нас есть, Nordic Plus, это все мешки, твердая упаковка, пластмасса. Это тоже мы там можем переработать. То есть в нашей группе, я бы сказал, как раз нам очень большой интерес, чтобы эта упаковка в объемах росла. Потому что у нас как раз цель намного, насколько только можно больше, ее переработать. Но, конечно, да, это дополнительная работа. Просто взять и отвезти на захоронение, конечно, было бы легче. Но мы как-то себе другую дорогу выбрали. Да. Вот что касается ситуации, связанной с COVID-19, даете ли вы какие-то рекомендации клиентам, если так можно сказать, на этот период, поскольку мусор может быть в том числе от инфицированных. Мусор, я так понимаю, и у медицинских учреждений особый. Тут есть какая-то специфика, может быть, несколько слов об этом? На данный момент наша рекомендация, и мы всем клиентам это тоже своим отослали по e-mail, и в счетах это указываем, что если человек на карантине или если человек уже точно заболел, но даже если он на карантине, он не знает, может всякое случиться, то мы просим в этот момент, как бы это, может, грубо не звучало, не сортировать. Потому что, но все выбрасывать в общий мусор. Потому что, как я уже указал, все, что сортировано, оно приходит к нам на сортировочную линию, и наши люди потом руками это в трик с разных фракций перебирают. Но вот чтобы это вот наши люди не тронули то, что может быть, не дай бог, инфицированное, мы просим тогда в этот момент все-таки людей не сортировать. А тех, которые болеют, дома сидят, то, что мы с Министерством регионального развития и Министерством здравоохранения вместе пришли к этому, то если человек, который даже болеет, он у себя держит этот мусор два дня, грубо говоря, он отстаивается два дня, то в этот момент мы его уже считаем как бы не опасным, и человек может кого-то попросить, чтобы он этот мусор вместо него вынес. Но этих два дня, пожалуйста, все-таки этот мусор свой подержать, чтобы он настоялся. 612-12-939, телефон прямого эфира, сейчас примем еще один звонок. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, Олег. Да, пожалуйста. У меня несколько вопросов. Значит, в многоквартирных домах будут ликвидироваться мусоропроводы, хотя дезинфекции там очень легче проводить. Значит, все дома рассчитаны именно на мусоропровод, а не на три контейнера. Это раз. Потом вы будете взвешивать каждые контейнеры для каждого дома, чтобы определять цену, сколько каждый дом платит. Вопрос. Это второй, да? Вот каким образом это будет делаться? Спасибо. Отвечаю на первый вопрос сначала. Это указано в Рижских сайствах Шейно-Тайку. Да, обязательное правило. Рижское домо. Обязательное правило, да, по обслуживанию мусора. Там как раз, да, указано с 1 января следующего года мусоропроводы в Риге запрещены. Но это не сделано из-за того, что кто-то кому-то, не знаю, жизнь хочет испортить, но из-за того, что, к сожалению, мусоропровод, он очень идёт против сортировки. Потому что очень легко выйти просто из дома, выкинуть мусоропровод и забыть о том, что можно было бы посортировать. Это тот повод, почему мусоропроводы закрываются. Второе, то, что, да, проблема дезинфекции и всё, это можно всё сделать, но, к сожалению, в Риге никогда на это не уделялись деньги, чтобы эти мусоропроводы чистить и дезинфицировать. Это по мусоропроводам. По второй части, напомните, какой вопрос был? Вторая часть – взвешивать контейнеры. Взвешивать контейнеры, да. Чтобы понять цену, чтобы определить. В Риге в конкурсе такого не было указано, то есть взвешивания не будет. Будет вывоз так же, как и сейчас, по объёму. Взвешивание контейнеров в Латвии происходит только в Юрмале. Есть только одно самоправление, где оно происходит. Юрмала это в свой тендер поставила, это у них происходит. Но, к сожалению, остальные самоправления, узнав, так скажем, опыт Юрмалы, и то, как это заканчивается, что люди бывают порой забрасывать специально мусор в чужие контейнеры, чтобы только свой вес снизить, что, так скажем, это приводит иногда к такому небольшому бардаку к этой всей системе, то другие самоправления на это не подписываются. Рига тоже пошла на простую систему, где вывоз и счёт идёт по объёму. Такой вопрос, который я хотел задать. Вот вы, как компания, которая действительно занимается вывозом и утилизацией мусора, всё-таки, я так понимаю, что и вам всё время, ну, по линии регул Европейского Союза и законодательства, предъявляются всё новые и новые требования, что вызывает необходимость, наверное, больших инвестиций. Может быть, несколько слов об этом расскажите, о вашей специфике работы. Ну, самые большие требования – это как раз по объёму то, сколько должно быть не захороняться, а соревноваться. Да, и самое ближайшее – это то, что к 2025 году должно быть 35% не уйти на захоронение. Но мы для себя, так скажем, сделали для Риги обещание, что в течение двух лет мы уже 40% от того, что мы в Риге соберём, мы будем запускать на сортировку. То есть, ну, для нас эти регулы Европы – это, мы это смотрим так, это хорошо, другие, значит, тоже будут играть по тем правилам, по которым мы уже играем и мы хотим в эту дорогу идти. Но все эти регулы, да, они идут только на то, чтобы меньше захоронялись, больше сортировалось. Я почему спрашиваю, поскольку время от времени – это я ни в коем случае не хочу вас какую-то на политику толкать, но время от времени звучат разговоры, особенно из УЗ политиков, когда это была так называемая чрезвычайная ситуация связана с вывозом мусора, говорили о том, что вот, надо привлечь каких-то конкурентов иностранных, вот почему они там не приходят или так далее. Но, насколько я понимаю, это бизнес, ну, весьма сложный и действительно связанный с большими затратами, наверное, на покупку тех же автомобилей по вывозу мусора и так далее. Ну, я могу просто примеры указать. У нас на данный момент 20% рижского рынка, да, после 20 мая наша доля в рижском рынке будет немножко свыше 30, да. Ну, то есть у нас уже есть большинство техники, контейнера и базы сортировочные, да, чтобы это все делать. Но все равно на 20 мая наши общие инвестиции превысит 2,5 миллиона евро. То есть это, ну, как у нас уже, у работающих компаний, да, если это 2,5 миллиона евро, плюс у нас вся база, в принципе, по сути уже есть, да, и половина автопарка, и большинство контейнеров на автопарках, и сортировочная линия, все уже укомплектовано, да. То есть кому-то начать этот бизнес с нуля, это почти невозможно, потому что закон указывает всегда, что от того момента, когда ты заключаешь договор с управлением, у тебя есть 3 месяца, чтобы начать. За это время, да. Да, за это время вот просто вот начать что-то с нуля, где надо вложить как минимум несколько миллионов евро, ну, законом просто прописано так, что, ну, извините, но с нуля никто не придет. Да, могут прийти компании из других стран. Когда была еще закупка несчастная, это на 20 лет Иреги, там, насколько ясно, второй участник конкурса, он как раз привлекал иностранных партнеров из-за того, что он привлекал, грубо говоря, как инвестора. То есть могут участвовать, да. У нас перед этим в Латвии тоже были и шведские компании, и финские компании. То есть эта возможность не исключается, но это нелегко. Вот 4 зоны, на ваш взгляд, это оптимально, но с точки зрения вообще работы, оперативности, вывоза мусора, логистики? Ну, я бы сказал, что если было бы меньше, то, я думаю, у нас опять были бы большие дискуссии по поводу вопросов конкуренции. Если, например, поделить, там, не знаю, 2 или 3, то кто-то сказал. Опять началась бы вся эпопея, да. Да, опять бы началась та же самая эпопея. Но на данный момент, мне кажется, эти 4, они довольно логичны тем, что объем достаточно большой каждой зоны, чтобы на эту зону можно было бы, да, это достаточно большая, сильная компания, которая должна в этой зоне работать. То есть это исключает тоже риск такой, что эта компания, так скажем, посередине контракта может где-то пропасть, потому что ей становится эта зона неинтересной. На данный момент эта каждая зона, каждый, так сказать, кусок рынка, он настолько интересен, чтобы гарантированно, чтобы эти люди в течение 7 лет не убежали. Еще один звонок примем. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Я хотел бы задать несколько сразу вопросов. Значит, первый вопрос. Если это будет делиться на 3 контейнера и будет расчет производиться по объему, то, соответственно, надо, ну, при пересчете на вес или на как-то, когда мы выходим на конечную сумму оплаты, должен удельный вес учитываться. А как, с каким удельным весом, допустим, предполагается, вот упаковочный контейнер, ну, считаться нормальный его удельный вес, потому что из той практики, которая сейчас есть, получается, если человек выбросил пустую коробку, ну, это же воздух, понимаете? То есть здесь зарыта очень-очень-очень такая проблема, которая приведет к резкому удорожанию тарифов. Второе. Вот мы живем в исторической части города, ну, где вот дворы, так называемые колодцы. В нашем доме есть магазин, который имеет свой сейчас отдельный контейнер. Он, допустим, маленький на колесиках 200 литров, или 150, я не знаю сколько. Сам наш дом имеет 4 контейнера. Значит, еще в доме есть начальная школа в одном из подъездов, которая имеет отдельно свой контейнер. Двор маленький. Если мы сейчас будем умножать это все на 3, ну, допустим, наши домовые контейнеры, хорошо, они вместо 4 общего такого смешанного мусора появятся 3 раздельно. Ну, допустим, школа должна будет иметь еще 3 контейнера, этот магазинчик еще 3 контейнера. И так машину во дворе поставить нет. Значит, я хотел бы спросить, вот в связи с этим как? Вот на Западе есть такой опыт, когда площадка для вывоза мусора, она делается где-то отдельно, и, допустим, на квартал. И она там имеет заглубленные емкости, которые большого объема. Там происходит прессовка этого мусора, чтобы воздух не возить. Ну, а у нас получается глупость какая-то. Спасибо большое. Сейчас попытаемся, наверное, дать возможность нашему гостю ответить. Да, по поводу первого вопроса. Первое, то, что, как я уже сказал, вся сортировка, она идет бесплатно. То есть, это проблема, которую как раз звонивший указал, то, что кто-то картонную коробку в контейнер для упаковки просто так забросит, ну, это наш риск, потому что мы за этим контейнером поедем бесплатно. Но то, что есть возможность, и людям надо иметь еду, и это очень хорошо, что это Рижская дума подтвердила, и министерство подтвердило, что в каждом самоуправлении есть минимальное число вывоза, которое указано, как люди или магазины должны это минимально, сколько вывозить. Но в Риге прописано, и этот пункт министерство утвердило, если этот адрес сортирует, то есть он предполагается, что он снижает свой объем, то этот минимальный объем вывоза можно делить на два. То есть, если там нормально, например, раз в четыре недели можно просить вывоз, то если вы начнете сортировать в своем доме, вы можете просить вывоз простого мусора даже раз в восемь недель. И таким образом этого пустого воздуха не будет в контейнерах, которые платные. Второе, по поводу этих дворов рижских, и то, что там и так нет места, я хотел бы сказать, что эта сортировка не обязательно для компаний и людей. Они сами могут выбрать, хотят ли они через это снизить свои затраты. То, что мы клиентам в таких дворах советуем, просто, ну вы все-таки живете в одном доме, компания, жители, школа начальная, но вы же можете просто договориться, что вы все сортировочные контейнера во дворе будете, все вместе один и тот же контейнер пользоваться. Но не надо на каждого, конечно, контейнер для пластмассы, не надо для каждого контейнер для стекла. Просто поставим в этот двор общий на весь этот двор. Вот и решение. То, что сделает Рижская дума в течение двух дней, двух лет, извините, это она как раз в Риге откроет такие указанные сортировочные площадки. Они будут. Их всего будет 10. В нашей зоне 3. Я знаю, в центральной зоне тоже 3, мне кажется. И Пардаугово, и Зенгало 2, и Курземе 2. То есть всего будет 10 сортировочных площадок. Они в течение 10 лет, двух лет откроются. И туда можно будет как раз и сортировочные материалы относить, и старую электронику, и разные другие, например, крупногабарит, туда все сдавать, чтобы это не захламляло дворы. Это будет Рижская дума на своих территориях, это будет открывать. Наше задание будет их обслуживать. Вот хорошо, что вы упомянули крупногабаритные грузы. Но мы знаем, что нужно, в принципе, их вывозить за собственные деньги, то есть заказывать грузовой транспорт. Но мы знаем, как это происходит в реальности. Потом во дворах валяются эти старые унитазы, какие-то кровати добитые и так далее. Ничего это не вывозится. Что с этим делать, и кто в итоге вывозит то, что граждане таким образом побросали? В этом тендере, то есть в этих договорах с 20 мая указано, что все то, что будет положено рядом, крупногабарит положенный рядом с контейнером, он вывозится по тому же тарифу, как простой мусор. То есть это будет все вывезено, но, конечно, чтобы потом не было споров, а вот что ты взял, я просто положил, мне хорошо лежало, то, конечно, этот мусор будет вывозиться по заявкам, чтобы просто этих споров не было, что потом вывезли, а я же не хотел. Но по заявкам он пойдет по точно той же самой цене, как простой мусор. То есть это валяние рядом этих диванов и унитазов, это должно прекратиться. Ну и, конечно, надо, чтобы порядок в этом был. Вот, может быть, подводя итоги нашей беседы, еще раз, чтобы люди понимали, значит, фактически с 20 мая начинает действовать новый порядок, если так можно сказать, да? Да, с 20 мая нынешние договора уже недействительны, то есть если у вас 20 мая попадает по нынешнему договору какой-то вывоз, его не будет, из-за этого надо заключить новые договора, мы советуем это сделать до 1 мая, потому что тогда все операторы успеют сделать новые маршруты, новые графики, поменять, добавить контейнера, если вы это захотите. То есть сделаем просто своевременно, до 1 мая. Сейчас это все можно сделать электронно, и с 20-го начнем по-новому жить. То есть, в принципе, вот если нас слушают руководители всяких разных жилищных кооперативов, в том числе они тоже должны озаботиться, чтобы вот за жильцов вот все эти договора заключить? Ну, мы очень просим, да, это сделать. Спасибо большое. Может быть, еще такой последний вопрос. Вот что касается, там, не знаю, есть 7 лет вот сейчас, да, было в свое время 20, там, я так понимаю, решение Совета по конкуренции обжаловано, может быть, еще какое-то решение суда. Это к вам уже не относится, да, у вас уже новая система договоров по новому тендеру, так я понимаю. Ну, официально в этом тендере было прописано, что срок действия 7 лет или до того, как может возобновиться Террига. Да. Но параллельно на данный момент всеми идет изменение закона по обхозяйственному мусору, и там уже меняется, что 20 вообще будет запрещено, будет навпредь только 10. То есть, как только этот закон будет объявлен, это примерно летом, то уже будет ясно, что да, 7 лет этих трактов, это уже без изменений. Спасибо большое. Председатель управления Экобаутия Янис Айсбалтс, у нас был на прямой связи. По скайпу большое спасибо. Хорошо, всем до свидания.